Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этого дня. Студия Анна Москаленко. И вот главная тема. Школу в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Что показала проверка правоохранителей, узнаете далее. 3,5 тонны специальной муки и 1700 пачек макарон без глютена вручили детям с целиакией. Подробности в выпуске. Всероссийская акция «Елка желаний» началась сегодня в Алтайском крае. Первые игрушки с детскими именами и их мечтами с хиловой ветви снял губернатор Виктор Томенко. Сообщение о минировании новоалтайской школы появилось сегодня в социальных сетях. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и службы спасения. Они приступили к эвакуации детей. Позже выяснилось, сообщение было ложным. Его по номеру 112 оставил учащаяся средняя образовательная школа номер 9. С ребенком и его родителями сотрудники полиции провели разъяснительную беседу. В настоящее время угроза жизни обучающихся отсутствует. Учебный процесс во вторую снижение в школе продолжился в обычном режиме. Полиция проводит расследование случившегося. По результатам будет принято решение об ответственности. 15-летний подросток зарезал женщину в Баевском районе. Как установило следствие, находясь в гостях, несовершеннолетний выпивал спиртное. Во время застолья между ним и хозяйкой дома возникла ссора по незначительному поводу. Затем обвиняемый взял кухонный нож и нанес знакомой не меньше 11 ударов в области шеи и лица. От травм 38-летняя женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. В настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. И к другим темам. Барнаульцы могут узнать, где в городе убирают снег, а где только планируют. На официальном сайте городской администрации еженедельно будут публиковать график по очистке дорог. Такое поручение отдал глава города Вячеслав Франк. План по очистке улиц с 13 по 20 декабря уже размещен на странице Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Напомню, ежедневно на дорогах города задействовано около 250 единиц спецтехники. Более 1300 дворников убирают снег вручную. Всего на места отвалов вывезли почти 107 тысяч тонн снега, израсходовали больше 15 тысяч тонн песчано-соляной смеси для устранения гололедицы на дорогах и 302 тонны песка для борьбы с наледью на тротуарах. 511 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Столько же пациентов и выздоровели. Также зафиксировано 27 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 110 тысяч инфицированных. Из них 85,5 тысяч выздоровели. Почти 3000 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 293 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тяжелобольных 612 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 248. Продолжаем выпуск. Стали известны подробности ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск. Напомню, рейсовый автобус, который следовал до села Краснощоково, съехал в Кювет. Авария произошла рядом с контрольным пунктом ГАИ в Олейске. Водитель мужчина 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом ИВЕКО, следовавшим по маршруту Барнаул-Рубцов-Рубцовсково, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд дороги. В автобусе находились 8 пассажиров. Трое из них, а также водитель, получили травмы различной степени тяжести. Все взрослые. Три средней степени, один тяжелой степени тяжести. Все госпитализированы в Олейскую ЦРБ. В оказании медицинской помощи участвовали две бригады скорой медицинской помощи Олейской ЦРБ. Всероссийская акция «Елка желаний» началась сегодня в Алтайском крае. Первые игрушки с детскими именами и их мечтами с еловой ветви снял губернатор Виктор Томенко. «Елка с детскими мечтами» установлена в фойе второго этажа правительства региона. После оперативного совещания примеру губернатора последовали его заместители и руководители органов исполнительной власти. Добавлю, в благотворительной акции «Елка желаний» участвуют несовершеннолетние сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малообеспеченных семей. Свои мечты они оставляли на сайте елкожеланий.рф. В течение следующих трех месяцев их желания будут исполнены. Каждый, кто хочет подарить ребенку праздник, может зарегистрироваться на сайте и нажать на кнопку «Исполнить мечту». Макароны, хлеб и печенье. Эти продукты можно найти на кухне практически у каждой российской семьи. Но есть те, для кого еда из пшеницы, ржи и ячменя опасна для здоровья. 116 детей с диагнозом целиакия живут в регионе. Ежегодно Краевое отделение Российского детского фонда при поддержке благотворителей выделяет таким семьям продовольствие без содержания глютена. Тошнота и постоянная усталость. Ребенок часто болел ОРВИ и увидал на глазах. Только в два с половиной года врачи смогли поставить диагноз Алисе Дьяковой – целиакия. У девочки – непереносимость глютена. Родителям пришлось кардинально изменить рацион Алисы. Отказаться от белка, который содержится в злаках. А ведь его можно найти даже в твороге. Производители используют его как загуститель. Она знает, что ей можно, что нельзя, но как бы… Хочется. Хочется. Были периоды, когда она облизывала витрины в магазине с тортами. Да, это все было. Она вот говорит, что это так ей легко. На самом деле это не легко, потому что все это вокруг создаем для нее мы с папой. Потому что в школе это сложности. Мы никуда не можем ходить. То есть с классом, если какое-то мероприятие, то для нас это колоссальная проблема, потому что там в основном это общий стол, это пицца, что-то еще. Лечения от болезни нет. Алиса уже 11 лет соблюдает строгую диету. В школу ходит только со своей едой в контейнерах. Когда едет выступать со своим танцевальным коллективом в другие города, питается отдельно. При этом безглютеновое питание – дорогое удовольствие. Краевой марафон «Поддержим ребенка» ежегодно выделяет семьям с детьми, больными целиакией, специальную муку и макароны. Для нас это огромная помощь со стороны Российского детского фонда и Алтайского общества «Целиакия», потому что продукция эта очень дорогая. Потому что килограмм муки, например, итальянского производства, стоит порядка 600 рублей, и сейчас еще и дороже. Наше отечественное российское производство, там 600 грамм, она порядка 149-158 рублей стоит в разных магазинах. А макароны тоже порядка 146 рублей стоит. Благотворительный марафон «Поддержим ребенка» с 2009 года проводится Краевым отделением Российского детского фонда при поддержке правительства региона. За эти годы помощь получили 10 тысяч человек, больных муковисцидозом, диабетом, целиакией, церебральным параличом. Участниками марафона «Поддержим ребенка» являются и крупные предприятия, и даже частные лица, физические лица. Это и детские сады, и школы. И в этом году мы с таким трепетом увидели, что детские поликлиники и больницы даже, врачи нас поддержали, я имею в виду, поддержали марафон «Поддержим ребенка» и перечислили из своей зарплаты определенную сумму. Это общее дело. 116 детей с целиакии живут в Алтайском крае. В этом году марафон помог закупить 3,5 тонны мучных смесей из 1700 пачек макарон для них. Это больше 1,2 млн рублей. Таких запасов семьям хватит до следующего декабря. Анастасия Меншакова, Михаил Лефуншан. Новости. Как получать дополнительный доход через инвестиции? Каждый ли сможет быть инвестором? Куда можно вкладывать деньги, а куда не следует? Журналисты телеканала «Катунь-24» пообщались с экспертами и узнали про риски и самые распространенные ошибки начинающих инвесторов. Не хватает до зарплаты, а кто-то умудряется приумножить свой капитал. И это с одинаковым заработком. Низкий достаток тут ни при чем, уверены специалисты. Дело в нерациональном управлении финансами. Даже небольшие средства сегодня можно инвестировать и превратить в дополнительный доход. На фондовый рынок входят с тысячей рублей на руках. Я вам могу сказать о 60 рублях, с которых мы можем начать инвестировать. Почему 60 рублей? Это стоимость одного грамма серебра в обезличенном металлическом счете. То, что касается фондового рынка. В пределах одной тысячи рублей вы действительно можете купить либо акцию, либо облигацию, которая будет приносить вам доход на акции в виде дивидендов, а облигации в виде купонов. Об этом, обо всем будет написано в том брокерском счете, на том индивидуальном инвестиционном счете, который вы откроете. Новичку стоит подготовиться, определиться с направлением инвестирования. Что это будет? Облигации, акции, валюта. Выбрать инструмент, куда конкретно вложиться. В развитие бизнеса, недвижимость или открыть депозит в банке. И, пожалуй, последнее основное правило – оценить риски. Когда вы входите на фондовый рынок или когда вы осуществляете инвестиции, вы должны понимать, а каким количеством денег вы готовы рисковать. В этом ключе существует достаточно большое количество тестов, которые проводят различные инвестиционные компании по определению вашего риск-профиля. Пройдите, просто наберите в интернете риск-профиль, пройдите этот тест, и вы поймете, какой вы инвестор. Но, я думаю, внутренне все равно любой человек понимает, готов он рисковать или не готов. Инвестиции – это долгосрочный проект. И если вам обещают за год приумножить сбережения в 2-3 раза, скорее всего, вас обманывают. Мы определились с тем, куда можно вкладывать свои деньги. Теперь поговорим, куда точно не следует. Во-первых, это бинарная опциона. Когда вы отвечаете «да, нет», и теория вероятности работает против вас, а вас это затягивает. Во-вторых, это торговля на Форексе. Третье – это блокчейн. Это криптовалюта, которая зависит только от спроса и предложений. Четвертое – это хайп-проекты. То есть это те же самые финансовые пирамиды, только цифровые. Ну и, наконец, пятое – это так называемые токены. Это криптовалюта, вернее, в виде цифровой облигации. Как не дать себя обмануть, и почему зачастую даже опытные инвесторы теряют деньги. Самые распространенные ошибки – несоблюдение баланса рисков и доходности, слепое следование за так называемыми инвестиционными гуру и неправильное распределение активов. Самая главная ошибка – это избыточная уверенность в себе. Здесь нужно понимать, что если вы инвестируете, вы вкладываете собственные средства. Читать только проверенных экспертов, смотреть только на проверенную информацию. Мы смотрим на официальную информацию, у нас есть официальные издания. Есть еще один момент, который очень для нас важен – это не верить в высокую доходность. Как только вы видите проект, который вам обещает избыточную доходность, которая неприемлема для текущего состояния, поймите, что это наверняка мошенники. Главное – не вкладывать в инвестиции все свои сбережения. Начать можно с банковского депозита или облигации федерального займа. Так, создать финансовую подушку безопасности, а уже имея инвестиционный опыт, можно задуматься о более сложных инвест-инструментах и стратегиях. Сюжет подготовлен телеканалом «Катунь-24» в рамках реализации государственной программы региона «Повышение финансовой грамотности населения в Алтайском крае». История мороловодства на Алтае – дело жизни бийского бизнесмена Николая Фролова. Последние 10 лет он собирает экспонаты для собственного музея. Фотографии, карты и предметы быта мороловодов показывают, как в разные периоды истории менялось отношение человека к этому благородному животному. На экскурсии по единственному в стране музею морала побывала наша съемочная группа. Морал. Представитель благородных оленей. Был и остается диким животным. До появления моральников человек охотился на него ради мяса и шкуры. Но в 17 веке добывать моралов стали уже из-за пантов, которые продавали в Китай. Тогда популяция этих оленей резко сократилась. Пришлось менять подход. Там же в Бухтарме, деревне Фыкалка, это примерно 1835 год, у одного из старообрядцев появилась идея содержать моралы в неволе. Для того, чтобы снимать панты и ждать следующего года, когда они у него снова вырастут. Так примерно появилась уже такая отрасль, как разведение морала. Сегодня в Бийске развито производство препаратов и косметических средств из пантов морала. Переработка этого сырья занят и Николай Фролов. Мы начали собирать информацию о всем, что связано с пантовым рынком. Потом появилась в 2005 году диссертация по экономике пантового оленеводства. А потом постепенно появился больше интерес к тому, чем жили мораловоды. Сначала основатель музея находил и собирал факты о моралах. Затем оформлял их статьи. Со временем под его авторством вышли больше 20 книг об истории пантового оленеводства и экономики этой отрасли. Во всех своих работах я стремлюсь иметь почти полную доказательную базу. Архивные документы, литературные источники, фотодокументы какие-то и так далее. Иначе очень трудно потом рассчитывать на то, что тебе поверят. Интерес Николая Фролова к истории мораловодческой отрасли не только практический. Он изучает трансформацию образа оленя в художественной культуре разных народов. Древний человек мировую жизнь представлял как некое мировое дерево. И в этой жизни морал занимал некую срединную, особую важную роль. Он переносил умершего человека в мир предков. Он помогал общаться с шаманом, с миром богов. Шаманские бубны делались по возможности из шкуры морала. Большинство экспонатов музея алтайского морала это реконструкции. Например, ловушки восстановлены по рисункам. Образы охотников воссозданы по фотографиям, качество которых не позволяло выставить их в музее. Николай подключает к этой работе бийских художников и краеведов. Я передаю это художнику, этот текст и говорю, вот пожалуйста, сделай картину. Как тебе это представляется художнику, вот этот образ? Работа по оформлению музейных экспозиций никогда не заканчивается. Так и Николай Фролов не останавливает свои поиски. Своими открытиями делится на экскурсиях для школьников или партнеров по бизнесу. Надо только все время искать, искать, искать и быть нацеленным. Игорь Матаев, Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости. На сегодня это все новости. Больше вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Там мы есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке и в Телеграме. Присылайте свои темы и о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Хорошего вечера! Субтитры подогнал «Симон»!